Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск поэтического проекта «Стихия». Сегодня у нас будет очень душевный и необычный выпуск, посвященный светлой памяти карачаевского поэта Мусы Хаджикишевича Бачаева. И у нас сегодня в гостях человек, который лучше всех биографий, лучше всех публикаций расскажет нам об этом поэте. Это родной брат Мусы Бачаева Амур Хаджикишевич Бачаев. Амур Хаджикишевич, добрый день! Я рад вас приветствовать в нашей студии. Спасибо. Ну, каждый раз, когда я говорю о каком-то творческом человеке, я всегда начинаю с того, что спрашиваю его об истоках. Когда началось его творчество, когда начался его поэтический путь. Вот на вашей памяти, когда вы впервые узнали, когда Муса впервые начал писать стихи, как это произошло? Ну, Муса, когда еще ему не было 2 годика, был депортирован в Средний Язию со всем карачаевским народом. И мы жили в селе Чалдавар, Чиргизская республика СССР. И он учился там в школе. И когда все дети играли в Снежки, играли в так называемую лянгу, играли в альчики так называемые, он брал книгу, брал фуфайку старую отца и уходил дальше к роду. У нас был овраг, а там были заросли терновикам. И там он лежа к себе организовал и читал до вечера. Мать иногда послала меня, иногда сама ходила, чтобы его пригласить поужинать или позавтракать, или пообедать. Вот с тех пор он не отрывался от книг. Будучи уже в 5-6 классе, я уже тоже чуть-чуть подрослел, я спрашиваю, что ты идешь на свадьбу, все пошли, а ты не идешь. Не, мне там неинтересно, я буду читать книгу. У нас была большая лампа такая, в потолке висела, но было темновато. Он брал банку, керосин заливал, фитилек делал, и вот с этим стильком он допоздал, пока со свадьбы все вернутся, читал книги. И первое стихотворение его было написано в 7-м классе, там про Кирова написал стихотворение первое. Вот то, что я помню, даже у него в записанной книжке вот это стихотворение до сих пор имеется. Поэтому вот творческое начало, то, что он уже должен был быть поэтом или писателем, я тогда уже почувствовал. Ну, после окончания школы возвращения на родину, он в 58-м году успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом Карачао-Черкесского педагогического института, государственного института, и поступил на философский факультет русский язык и литература, после окончания которого стал преподавать в Ауле Кумыш в средней школе. Десять лет он там проработал, и в это время уже он начал писать стихотворение, посылал в газету Ленина Байрага и так далее. И первую книжку на Карачао-Черкесском языке написал в 68-м году. И после этого уже интерес у него самого появился, и его заметили, и он после этого уже как бы начал профессионально заниматься. Его уже начали замечать, он стал лауреатом имени Скокова за книжку «Быть человеком» первая книжка на русском языке в Ставрополе вышла. И после этого его отправляют учиться в высшие театрные курсы. Это Халимат Байрамукова как бы сопроводила на этот подвиг его. И после окончания и возвращения его сюда, на родину, он уже выпустил в 68-м году книгу «Серебряный дед», после этого приобрел известность уже не только на Северном Кавказе, но и во всей стране было известно. Почему? Потому что это было издано современникам, там 30-50 тысяч экземпляров было, поэтому его стали уже знать не только в нашей республике, за пределами Кавказа. Потом его послали в высшие театральные курсы. В это время выходит в Москве в журнале «Юность». Это вчера же у него было 2 миллиона 655 экземпляров. Там вышла его знаменитая повесть «Илья», и после этого уже вся страна о нем заговорили. И в это же время потом уже выходит его книга «Быть человеком». Это тоже современники, 50 тысяч экземпляров было. Потом его произведения начали переводить уже и на других языках. Например, «Повесть Илья» на польском языке вышла. Потом «Повесть Илья», «Сын Алибек Сын Деголаса», «Серебряный дед», «Хочалай и Хорхор». Отдельная книга вышла на узбекском языке в Ташканте. Вчера же 45 тысяч было. Потом на польском языке вышли «Хочалай и Хорхор». На испанском, на немецком, на польском языке вышли. А также его стихотворения вышли в Турции на антологии карачаево-балкарской поэзии. И в конце концов, в 2014 году вышли в свет его собрание сочинений, можно назвать «Двухтомник». Почему? Потому что двухтомник... Кстати, да, вот у нас на столе этот двухтомник. Да, он успешно одинаково писал как на карачаевском, на родном языке, так и на русском языке. Да, вот два сборника как раз на карачаевском языке и на русском. Здесь и прозаические, и поэтические произведения собрания. Да, тут и навелы, и рассказы, и повести, и драматургия. Все, в общем, здесь вошли неизданные при жизни повести, значит, «Волки», «Солнце светит всем», «Батридяж» и «Киндузби» — это пьеса и стихотворения. А так остальное уже, все здесь, можно сказать, как бы собрание сочинений полностью здесь есть. И на карачаевском языке, и на русском языке. Здесь, более того, еще вошли отзывы читателей, отзывы, значит, критиков, отзывы литератроведов. Потом много фотографий здесь имеется из архива УСЫ, из родственников. Поэтому эти книги для студентов, для преподавателей состава, как бы хорошие подспорья в своей работе. Да, очень важные, я считаю. Амур Хаджикишевич, ну, как поэт его произведения, да, вот мне все-таки интересно было узнать, каким он был человеком, характер его, его привычки. Вы просто, ну, близко, очень близко его знали, а нам интересно узнать его как о человеке. Значит, он был первенцем у моего отца и матери. У нас было 8 детей, 5 братьев и 3 сестры. Здорово. И он как первенец, да, после матери отца, он был нам всем. Вот как и мать, как отец, как друг и так далее. Почему? Потому что он сам по характеру был очень добрым, отзывчивым. Он сопереживал, он был очень чутким и внимательным вообще к людям, не только к нам. И, соответственно, наша учеба, благодаря нашей матери и ему, мы все получили высшее образование. Вот. И поэтому я считаю, что он не только к нам был так, но все о нем, а так говорят, как я сейчас говорю, был очень отзывчивым. И у него чувство справедливости было очень сильно развито. Это кредо во всех произведениях быть человеком. Вот. Когда читаешь любое произведение, вот эта красная строка проходит через все его творчество. Да, и, в принципе, погиб даже он сам, спасая другого. Вот. Очень даже это, как бы, подводит черту под его жизнь. Так. Ну, у нас есть вот еще книга, посвященная роду Батчаевых. Да. И здесь есть как раз часть, посвященная как раз непосредственно Мусе Хаджикишевичу. Вот. У нас есть как раз фотографии из этой книги, посвященные как раз Мусе Хаджикишевичу. И вот, если можете, вот расскажите нам, что это за фотографии, кто на них изображен. Очень интересно. Ну, здесь вот, во-первых, автором этой книги является Шамиль Батчаев, кандидат стратегических наук, работает в архиве у нас. Значит, вот он сам Батчаев, Муса, молодой, село Чалдевар. А это родители наши, ну, семья наша. Здесь мать, бабушка отца, отец. Это дядя мой, это Зулейко, старшая сестра, сам Муса. Вот здесь пальчиком во рту это я, это мой младший брат. А это сестра Фатима, врач. Вот. А это дядя, брат моей матери, а это его жена. Очень красивая семья, очень красивая фотография, невероятно душевная и теплая. В вашем роду, в вашей семье еще были творческие люди? Вот. Это же все-таки, я думаю, генетика. Да. Значит, здесь что интересное? Очень много, особенно на карачаевском языке, выражения, которые он записывал, от матери. Ага. Интересно. Отец мой, значит, когда был на фронте, в Великой Войне, рядом были два товарища, Мустафа и Азрет. И при взрыве они оба погибают, а он остается. Там лед, зима, они все легли, но они не встали. И он им посетил Кью, ну, плач песня, так называемая. И он сам его и сочнил, и пел. И когда любая свадьба, там, ну, хуанч называется, радость какая-то в доме, его просили в обязательном порядке петь эту песню, плач. И эта книга, вернее, эта песня сейчас вошла в фольклорность, короче, издана книга, там она имеется. Вот, в принципе, так, я думаю, что было что-то такое, что ему все передалось. Амур Хаджихичевич, спасибо, что вы пришли сегодня, что вы нашли время за вот эту интересную беседу. Действительно, очень приятно было в этой студии еще раз вспомнить об этом замечательном поэте, о его творчестве. И пусть вот эти книги, вообще, сохранится вот этот замечательный творческий, творческое наследие сохранится в народе, бережно оберегается, и чтобы молодежь обязательно приобщилась к этим. Маленькую справочку можно сделать? Конечно. Вот эту книгу Батча я специально, три экземпляра, подарил Центральной библиотеке имени Халимат Байрамуковой, для того, чтобы кто интересуется произведениями, биографией Мусы Батчаева, мог прийти, всегда он найдет в читальном зале. Такая же книга и имеется в Узжевутинской районной библиотеке города Узжевута. Это для информации беспроводки. Да, это действительно замечательно. Пусть, на самом деле, это великое творчество будет бессмертным, пусть оно живет из поколения в поколение в народе, а я уверен, что так и будет. Я думаю, что пока карачаевский народ жив, будет жив эта книга, а солнце будет светить всем. Дай Бог. Спасибо вам большое. Ну, напоследок, в рамках следующей рубрики, я постараюсь, насколько я смогу это сделать, прочитать несколько стихотворений этого замечательного поэта. Для меня это большая честь и большая, конечно же, ответственность. Спасибо. 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 Смертный час мой, когда б он меня не настиг, две сумы я хотел бы с собой унести. Все, что злого у вашей судьбы на уме, все страдания унес бы я в первой суме. И поклажу, что клячья везет, чуть дыша, и соринку, попавшую в глаз малыша, яд ползучего гада я взял бы в суму и холеру вдобавок, а с ней и чуму. И была бы вторая сума тяжела, в ней была бы измена врагов похвала, и злоречия и сплетни, их медленный яд, смертоноснее змеиного яда сто крат. В день рождения, если б он сызного был, я бы в мир две сумы принести не забыл. И в одной я принес бы влюбленным любовь, и зеленые травы для горных лугов, и героям награду, и стойким хвалу, кто работал на славу, тем чарку к столу, незнакомому путнику, если он босс, в этой первой суме башмаки бы принес. Кому холодно – зной, кому хочется – тень, и подпорку плетню, если старый плетень, а бесстыдному – совесть, а бессовестным – стыд, если только сума эту уйму вместит. Во второй поважней, побогаче сума мир принес бы я, мир этой милой земле. Субтитры создавал DimaTorzok